Внимательное отношение к здоровью и благополучию маленьких граждан является приоритетным направлением для любого государства. Физическая форма малышей в каждом дошкольном учреждении Беларуси всегда ставится на первое место. В Бресте к этому вопросу подходят весьма щепетильно. И это не только занятие физкультурой, но и питание детей, к которому выставляются серьезные нормативные требования. Питание детей в учреждениях образования не остается бесконтрольным. Надо сказать, что в течение года работает межведомственная комиссия по контролю за организацией питания в учреждениях образования. Она создана при Брестском горосполкоме, в том числе туда входят специалисты Брестского сонального центра генопедемиологии. И в ходе работы комиссия обязательно проверяется содержание пищеблока, оборудование, качество приготовления кулинарных изделий в столовых. А также, конечно же, качество пищевых продуктов и сроки годности, условия хранения пищевых продуктов. Обязательно проверяется наличие сопроводительных документов, документов качества безопасности на все пищевые продукты, которые идут в питании детей. Серьезные требования предъявляются не только к качеству и безопасности приготовленной пищи, но и к важному аспекту полноценного питания – рациону. Растущему организму требуется много сил и энергии для здорового развития. Соответственно, рациональное питание ребенка – это основа его здоровья. Чтобы учесть все принципы рационального питания и требования санитарных норм и правил к составлению суточных рационов, составляются двухнедельные рационы питания организаторами питания для учащихся и воспитанников дошкольных учреждений. Такими организаторами питания в городе Брест являются отделы по образованию и комбинаты общественного питания. Составляются двухнедельные суточные рационы, которые утверждаются руководителем учреждения образования и обязательно представляются для оценки в Центре гигиенопедиологии. Нужно отметить, что суточные рационы воспитанников детских дошкольных учреждений составляются с учётом норм сбалансированного питания, энергетической ценности, насыщения витаминами и минералами, сезонности, а также с учётом возрастных категорий детей. Существует два меню. Есть осеннее и зимнее меню, есть весеннее и летнее. На сегодняшний день это летнее. Для летнего меню характерны овощи и фрукты, а для зимнего – это тоже овощи и фрукты, плюс и мясо. Всё, как бы, детки наши питаются. Оптимальный распорядок дня и здоровое полноценное питание обеспечат вашему малышу хорошее настроение и дополнительные силы на игры и обучение. Матвейна, вкусно тебе? Да. А что ты больше всего любишь? Картошку. Вероника, расскажи, как повара в детском саду? Вкусный. Однако полноценный рацион ребёнка требует наличия полного перечня необходимых продуктов, а это дополнительные затраты. Хотелось бы обратить внимание родителей, что 4 августа вступили в силу изменения и дополнения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь о нормах питания, денежных нормах расходов на питание обучающихся, согласно которым произошли изменения в стоимости питания отдельных категорий питающихся. В большей степени, конечно, это коснулось учреждений дошкольного образования. Благодаря увеличению с августа платы за питание, в рационе малышей в течение круглого года будут преобладать полезные продукты – соки, фрукты, йогурты и многое другое. Ваши малыши скажут вам «Спасиба!»